Ну а сейчас перейдем к главному событию этой недели, событию мирового масштаба, событию политическому. Здесь точно двух дней быть не может. О бенефисах логики на кремлевских каналах мы рассказывали неоднократно. Ну, например, берешь и так серьезно говоришь. Все доказано. Боинг укропы с воздуха сбили. Малайзийский Боинг сбил украинский истребитель под командой капитана Волошина. А буквально через минуту, не моргнув и глазом, в том же выпуске рассказываешь о другой, не менее правдивой версии. Специалисты российского военного концерна провели моделирование авиакатастрофы и указали единственно возможную точку пуска ракеты. Населенный пункт Зарощинская, где в момент катастрофы находились украинские силовики. Понимаете, две правды в течение пяти минут. Ну а чё, если скажут в Кремле, то и 10 правд на раз влезут. Не рукавичка, конечно, из сказки, но в целом что-то вроде того. Есть разные стили, от хард до лайт. А вот с логикой при таком творческом подходе к делу постоянно возникают большие проблемы. То некие украинские диверсанты в тылу врага бесчинствуют. Украинские силовики вспомнили летнюю тактику отправки в жилые кварталы диверсионных минометных расчетов и артиллерийских корректировщиков. Причем, ну просто по чудесному совпадению, ни по боевикам, ни по их базам эти загадочные украинские диверсанты не стреляют. Сутками напролет охотятся исключительно за мирными жителями. Украинская армия вновь целенаправленно бьет по мирным жителям. В Донецке действуют несколько диверсионных групп. По данным ополчения украинские минометчики. Представляете себе диверсанты, которые рискуя жизнью пробираются в тыл, прячут в штанах миномет, но в решающий момент лупят не по врагу, а по троллейбусу или дому. Они врезают в газелях, даже в машинах, которые занимаются вывозом мусора, специальные отверстия, маскируют там минометы, быстро производят выстрелы и стараются скрыться с места трагедии. Казалось бы, смешно, глупо, нелогично, зато для федеральных каналов дешево, сердито и практично. А когда еще и момент важный, они начинают так завираться, что сами забывают, о чем рассказывали еще совсем недавно. Вот и на этой неделе, смотря главные каналы России, сложно было скрыть недоумение. Там, спустя долгое время мучений, решили огласить приговор по делу Надежды Савченко. Донецкий городской суд приговорил Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Получилось строго по тексту песни Алены Апиной. В смысле, я его слепила из того, что было. То есть очередной бенефис логики. Реакция Киева на решение по Савченко оказалась предсказуемой. Президент Петр Порошенко заявил, что Украина никогда не признает приговор. И пока на всю Россию зачитывали приговор. Савченко с архивом убийства Ладошина Хармельука, то есть умышлено причинен от смерти. Дублейца вообще опасно способом. Группа лезет. А федеральные каналы разрывались, рассказывая о самом справедливом суде на свете. Мы подняли архивы, чтобы просто показать, как менялась легенда о якобы преступлении Савченко. Украинская летчица обвиняется в том, что она вела минометный огонь нацгвардии на группу российских журналистов. И это тот самый случай, когда не нужно ничего доказывать или разоблачать. Вранье настолько наглядно, что они легко и просто закопают себя сами. Это был артиллерийский обстрел из гаубицы Д-30. О бенефисе логики по-русски прямо сейчас в антизомби. Вместе с солдатами Айдара в руки самообороны попала лейтенант украинской армии Надежда Савченко. Поначалу ее приняли за снайпера. Она была наводчицей, внимание, вертолета в пехотном батальоне Айдар. Во время военных действий в районе Луганска Савченко, являясь оператором-наводчиком вертолета Ми-24, сообщила минометчикам координатор из положения группы российских журналистов. В батальоне Айдар, который на тот момент в атаку шел на стареньком Богдане и частных машинах. Но, видимо, в пакете или под кроватью на базе они прятали целый вертолет. Савченко, являясь оператором-наводчиком вертолета Ми-24. При этом наводчица вертолета Савченко пытала пленных. Пытки, побои, угрозы. Настоящие зверства. Особенно отличилась небезызвестная Надежда Савченко. Скакала по трупам. Савченко прыгала на трупах убитых ополченцев. И принимала психотропные вещества. При задержании Савченко была под психотропными веществами. Нет, мы не шутим. Они все это действительно рассказывали. А когда зрители доходили до нужной кондиции, то в бой бросали целое полчища говорящих голов. Общий посыл был примерно такой. Мол, слыхали, какой монстр в юбке? Ну, конечно же, она убийца. Машина для убийства в юбке. Так ее называют на Украине. С точки зрения пропаганды тактика обкатанная и верная на все 100%. Мелкие выдумки не только формируют нужное мнение, но и мешают сфокусироваться на важных деталях. Человек попросту забывает, о чем ему рассказывали раньше. И Киселев с компанией регулярно этим пользуется. Надо, не надо. Все говорят про Савченко, выступают с какими-то инициативами по поводу новых списков, новых санкций и так далее. Что такое, почему? Освежить людям память в этом случае означает получить очередную пробоину в и без того тонущую лодку. Ведь иначе неудобные вопросы обязательно возникнут. Хороший материал, прекрасный материал для информационной войны. Начинать можно с самого простого. Орудие, которое якобы корректировала Надежда Савченко. Долгое время дядьки в погонах бодро рапортовали. Позывной пуля навела на российских журналистов батарею Гаубиц Д-30. Это, во-вторых, результаты баллистической экспертизы. Фрагментов осколков, изъятых из тел погибших и подтвердивших, что это был артиллерийский обстрел из Гаубицы Д-30. Еще раз, батарею Гаубиц Д-30. Это был артиллерийский обстрел из Гаубицы Д-30. Хотя в первоначальной легенде вместо Гаубиц были минометы. Она передала эти координаты боевикам. Именно после этого, по этим координатам, и был произведен тот самый минометный выстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК. А если уж совсем полную картину подавать, то первоначально в их новостях совсем никакой корректировки не было. Напротив, была беспорядочная стрельба. Они вели хаотичный огонь. Ихний корректировщик работал, я не знаю, по ком. Но методички тогда переписали моментально, и в головы россиян в этой истории надолго въехал миномет. Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел. До мина сто процентов, кричали корреспонденты чуть ли не со всех каналов, и специально крутили характерный свист. Но чуть позже стало понятно, что с миной могли возникнуть неудобные вопросы. А потому миномета, которым долго рассказывали россиянам, и был произведен тот самый минометный выстрел. В один прекрасный день превратился в гаубицу. Это был артиллерийский обстрел из гаубицы Д-30. Да Кайдар вроде бы пехота, а не артиллерия, открывали рты от удивления эксперты. Но в России на такие неувязочки внимания не обращали. Да и некогда было. Гаубице, оно, конечно, хорошо, но можно и пострашнее чего придумать. Так, чтобы зрители у экранов совсем взбодрились. В теле погибшего Игоря Корнелюка обнаружили пулю, выпущенную из снайперской винтовки. Представляете себе картину. Сидит Надя Савченко на вышке. Одной рукой миномет, извините, гаубицы корректирует, а другой из снайперской винтовки стреляет. В одном из тел погибших журналистов была найдена еще снайперская пуля. Здесь снова-таки вспоминаем, что в момент задержания боевиками Надя якобы была под кайфом. При задержании Савченко была под психотропными веществами. Это ж как она в таком состоянии корректировать могла? Да еще и стрелять точно. Но сколько ни пытаетесь искать логику в российской пропаганде не найдете. Тем более, что в этой истории это еще так, цветочки. Вот это интервью с Надеждой Савченко было записано вскоре после ее попадания в плен. Допрос вел Плотницкий и писали в Луганске. И это важная деталь. Так, сейчас я включусь, чтобы нам не мешали. Как пленница из Луганска в итоге оказалась в стране, которая как бы официально и не является стороной конфликта. Сейчас они массово с этого вопроса спрыгивают. Ведь честный ответ будет напрямую противоречить материалам сфабрикованного дела. Но тогда они придумали целый блокбастер, настолько топорно сделанный, что даже в России далеко не все проглотили. При очередном авианалете, когда эвакуировались и ополченцы, естественно, мы пленных тоже эвакуировали. И тогда, естественно, никто не обратил внимания именно на женщину. Если бы на мужчину, естественно, его как-то определили. Ну, ей удалось сбежать. Так, еще раз. Корректировала гаубицы, стреляла из снайперской винтовки, бежала из плена и не придумала ничего лучше, чем пойти прямо в логово врага. Ну, просто бенефис логики. Хотя чему уж тут удивляться. Загнав себя в угол, им приходилось выкручиваться и врать даже по мелочам. Сначала Надю якобы взяли прямо на границу. Под видом беженки она пересекла границу России и была задержана при проверке документов. А чуть позже граница превратилась уже в такси в Воронежской области. Ну да, все логично. Люди-то из плена с полными карманами денег сбегают. Как раз, чтобы в гостинице жить, да на такси кататься. Ее задержали уже на территории Воронежской области. Она была задержана сотрудниками полиции, когда ехала на такси по Воронежской области. Что и говорить, бенефис логики по-русски, от которого стало стыдно даже многим россиянам. Нет, конечно, многих получается сломать через колено, но, к счастью, далеко не все. Господин президент, в страшном кошмаре я не мог представить, что в 2016 году я буду просить вас не убивать женщин. Не убивать Надежду Савченко, не убивать боевого офицера, вся вина которой только в том, что она честно служила своей родине Украины. Такие люди учат делить жителей соседней страны на русских и на кремлевских, где первое с разгромным счетом проигрывают вторым. Вы не имели права ее судить уголовным судом, и все доказательства на этом суде сфальсифицированы. И об этом знает вся Россия, и об этом знает весь мир. Остановитесь, Владимир Владимирович. Но это уже другая история. Виновна по всем пунктам. Именно таким был приговор. И прокручивая в голове весь поток маразма с вертолетами, гаубицами, винтовками и побегами, почему-то кажется, с Савченко рано или поздно все будет хорошо. Вы уже доказали, что вы не нашел издик. Вы уже доказали, как Россия может опозориться на примере одного человека. Вы меня не поломали? Вы меня не поломаете никогда. А вот они уже не отмоются. Ну хотя бы потому, что это вранье за гранью добра и зла. То есть это не забудут. И награда обязательно найдет своих героев.